Дело труба. В селе Семилуки канализационный коллектор пройдет через участки местных жителей. Беспечность ценой в жизнь. В Клачевском районе при прочистке канализации из-за несоблюдения правил техники безопасности задохнулись в строе рабочих. Территория смыслов. Оператор РЕН-ТВ Воронеж Алексей Савинков дает уроки уоркаута на форуме во Владимирской области. Никто, кроме нас, в Воронеже отметили день воздушно-десантных войск. И популярные места отдыха станут для них опасными и недоступными. У наших заборов должна быть охранная зона. Да, и от забора дают трубы по СНИПу 5 метров. Конечно, нужно было пойти гулять спокойно до дона 10 минут. Сейчас до дона вошло. Коллектор тянут из построенного недавно рядом коттеджного поселка. До участков жителей села трубу укладывают в траншею, а под ними собираются сделать прокол по новым строительным технологиям. Первоначально канализационная труба должна была пройти по окрестным лесам. Но лесхоз запретил строительство. Рядом, пока суть до дела, провели газопровод. В речку Ведугу, что близ коттеджного поселка, слив запретил глава соседнего с Семилуками села Губарева. А рукотворный пруд, тот, что выкопали в коттеджном поселке, также, по мнению авторов проекта канализации, для этих целей не годится. Вот и решили, что труба пройдет через участки жителей Семилук прямиком в Дон. Мы все жители села Семилуки против того, чтобы канализационный коллектор выходил до реки Дон и, как и только, туда сливался. Общественных слушаний по данному вопросу не было. Все посчитали ненужным послушать менее нас. Здесь на Дону купальный сезон открывается еще в мае. Но сейчас к Дону просто не подойти. Со всех сторон он перекрыт. Все застраивается. А это другая сторона семилукской медали. Близ села недавно заложили новый коттеджный поселок. Стройка полностью отрезала Семилуки от Дона. Вот и получается, с одного бока канализационная труба, с другого стройка. Не искупаться, не порыбачить, не погулять с детьми, как прежде. А вот Петр, местный фермер, из-за того, что забор перегородил единственную мощеную дорогу к Дону, не может попасть на свою землю, где находится принадлежащий ему ангар. У нас сюда появилась такая организация, ну, примерно трех лет. Начали строительство коттеджного поселка. На берегу Дона. На берегу Дона. Огородили забором, траншеи выкопали. К речке никто, нету доступа вообще. На минувшей неделе сразу три заявления с протестами против строительства канализационного коллектора от коттеджного поселка через село Семилуки в Дон поступили в районную прокуратуру. Их подписали сами сельчане, жители города Семилуки и Воронежцы. Люди всерьез надеются отстоять свои земельные участки и чистоту родной реки. Юрий Зорин, Сергей Светашев, РЕН-ТВ, Воронеж. На улице Беговой произошло ДТП, участником которого стал металлический гараж. Воронежец вместе с семьей возвращался с отдыха. Потерявший управление автомобилем, он въехал в металлоконструкцию и начисто ее снес. Вопрос. Водителю потребовалась помощь медиков. И уснул за рулем, проехал вот по территории Ирины, вот, и заехал в нашу ракушку. Там у нас прицеп стоял, все вот это отволокло, да, правда, туда, все нам испортил, все помял. Лариса Ивановна живет на Беговой далеко не первый год. Металлический гараж перед ее домом стоял около пяти лет и все это время никому не мешал. Внутри него находился прицеп для легковой машины, но сейчас от всего этого осталось только пустое место и покореженная куча железа. Ни прицеп, ни сам гараж, скорее всего, восстановить уже не получится. Ну, ехал с юга, он с Азова, что ли, и вот так вот ехал, ехал. Но если бы он в столб въехал, думаю, что там они трупы были бы все. В автомобиле Черри Тига, кроме водителя, были его жена и двое детей. Очевидцы рассказывают, что мужчина пьян не был и, по всей видимости, просто уснул за рулем, не доехав до дома несколько километров. Две улицы, там светофор, светофор проехал нормально, а здесь вот, а может тут с машиной, не знаю. Ну, здесь были долго, это было примерно полвосьмого вечера. Вот такое случилось, просто большой, такой грохот такой. И в автомобиле прям вот этот столб объехал, ну, как бы сказать, ну, сантиметров десять не доехал до столба. Но даже миновав столб, машина с такой силой въехала в гараж, что протащила ракушку еще несколько десятков метров. От удара пострадал водитель, он получил сотрясение головного мозга. Житель города Воронеж 1974 года, водитель автомобиля, получил телесные повреждения, был доставлен в БСМП, где госпитализировано. В настоящее время устанавливаются все детали дорожно-транспортного происшествия, потому что водитель находится в больнице, опросить его не представилось возможно. Сейчас в происшествии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить настоящую причину случившегося. Владимир Смехнов, Андрей Куцев, РНТВ, Воронеж. 650 пассажиров. Рекордное число по маршруту Москва-Воронеж прибыли в минувшую пятницу на железнодорожный вокзал. Все дело в том, что на маршрут вышел современный двухэтажный поезд. На перрон железнодорожного вокзала Воронеж-1 прибывает двухэтажный поезд Москва-Воронеж. Здесь есть чему удивиться. 15 вагонов оборудованы по последнему слову техники, начиная от европейского дизайна, заканчивая впервые примененной в России формой боковой стены с радиусными окнами. К тому же на всем пути следования пассажиров обеспечили беспроводной сетью Wi-Fi. В вагонах первого класса есть купе на два человека с диваном, монитором для просмотра видео, кнопкой вызова проводника. Кресла поворачиваются на 180 градусов, так что всегда есть возможность находиться лицом по ходу движения. Ну так поезд нормальный в целом. Новый, чистый, хороший. Вагоны для поезда делали в Твери, чтобы пассажиру было удобно. В каждом кресле есть откидывающийся столик, розетка для зарядки мобильного телефона. Мы поэтапно шли к улучшению обслуживания на этом направлении. Два года назад на этот маршрут стал состав поезда постоянного формирования, специально предназначенный для дневного курсирования с местами для сидения различного класса. Пассажиры Воронежской и соседних областей Центрального и Черноземья дали положительную оценку, и спрос на перевозку увеличился. Из Воронежа состав отправляется в 7.35, а уже в 14.10 прибывает в столицу. Так что пассажирам предстоит провести в дороге всего 6 часов 35 минут. Обратно поезд выходит в 15.20. Курсировать двухэтажный экспресс по маршруту Воронеж-Москва будет по вторникам, четвергам, воскресеньям, а из столицы по понедельникам, средам и пятницам. Юлия Левачева, Вадим Кузин, РЕН-ТВ, Воронеж. В ЧП в Калачевском районе три человека насмерть задохнулись в канализационном люке. Это произошло в поселке Пригородном, в 10 километрах от райцентра. Известно, что рабочие, не надев спецзащиту, пытались прочистить канализацию. Чугунная крышка люка утопает в цветах. Это напоминание о пятничной трагедии. О том, что 31 июля здесь погибли три человека, знает, кажется, весь поселок. Они чистили колодец и зашли туда. Сначала один зашел посмотреть, как там произошло все, ну как там, чисто там или нет, просто так это. И без вести пропал. Следом же, ну, тот же следующим образом сказал, ну что, что-то тот не вылазит. Они его позвали, он тишина, он же спустился второй вместе с ним. Тоже опять тишина. Следом инженер спустился. Слесари все без специальной защиты один за другим спускались на помощь коллегам. Но наверх никто из них не поднимался. В итоге отравившихся рабочих из люка достал случайный прохожий. К тому моменту вокруг колодца собралась толпа очевидцев, кто-то дал добровольцу противогаз. Причиной трагедии, по версии калачеевских следователей, стало грубое нарушение правил техники безопасности. В результате очистительных работ четверо человек получили отравление газом неизвестным, в результате чего были госпитализированы. И один работник в настоящее время находится на лечении, трое работников скончались. Работы проводились без соответствующего оборудования в нарушении требований техники безопасности. Колодец, где проводились смертельные работы, принадлежит находящемуся на территории поселка дому-интернату. Слесари являлись его сотрудниками. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, кто дал указание почистить канализацию и почему люди работали без специальной защиты. Говорят, что среди погибших числится и отвечавший за технику безопасности инженер. Ольга Зобова, Сергей Гладков, РЕН-ТВ, Воронеж. РЕН-ТВ, Воронеж покоряет Клязьму. Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», проходящий во Владимирской области, привлек туда активных молодых людей со всей страны. За спортивную часть отвечают воронежцы из «Workout» в «Эйран-Тим». Один из лидеров этого движения – оператор РЕН-ТВ, Воронеж Алексей Савинков. Молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области первый раз. Активисты называют его просто «Новый Селигер». Действительно, ведь изменилось только название, а формат в сущности остался тем же. Здесь по-прежнему собираются все, кому не безразлично развитие как своей личности, так и страны. Молодые активисты, лидеры, депутаты, журналисты. На третью смену молодых журналистов приехал и наш оператор, один из лидеров неформального молодежного движения по уличной гимнастике «Workout» в «Эйран-Тим» Алексей Савинков. Воронежская команда «Workout» в «Эйран-Тим» начинает активно работать на спортивной площадке «Форма территория смыслов». Организаторы и волонтеры проявляют большой интерес к нашему направлению. Посмотрим, какая реакция будет у участников. Реакция, судя по всему, очень даже положительная. Многие участники с удовольствием учатся у воронежских спортсменов. Петр приехал из Самары. На форуме тренируется вместе с Лешей. Умеет делать сальто, горизонт, стойку на одной руке, отжимания в стойке на руках. Однако, в первую очередь, на территории смыслов он волонтер. Я достаточно долго занимаюсь волонтерской деятельностью. Плюс сюда я пошел работать с инвалидами, с людьми с ограниченными возможностями. Потому что мне это интересно. Даже я бы сказал, что это люди с неограниченными возможностями. Это такой большой шаг для себя. На территории смыслов всех участников ждут множество встреч с интересными людьми. Возможность публично защитить свои проекты перед экспертами. Ну и, конечно же, это отличная площадка для занятий спортом, в том числе и воркаутом с воронежскими ребятами. Юлия Родионова, РЕН-ТВ, Воронеж. 2 августа по всей России отметили День воздушно-десантных войск. В Воронеже эту дату чтут по-особому. Ведь именно в нашем городе 85 лет назад на учениях Московского военного округа впервые было десантировано на парашютах подразделений 12 человек. Этот день и стал датой рождения нового рода войск. Тельняшка в голубую полоску, берет небесного цвета и флаг с развивающимся на нем парашютом. Спутать десантников с другим родом войск просто невозможно. Тех, кто каждый год приходит 2 августа с друзьями отметить свой праздник, часто объединяют не только годы совместной службы, но и товарищеское отношение после. Но нередко в этот день в один строй становятся и люди незнакомые друг с другом, но принадлежащие к одному десантному братству. Сплотило, сложило нас. Поэтому мы так вот как-то собираемся, отдыхаем. Мы не только в праздник собираемся, мы общаемся между собой. Это служба оставила о себе многие вещи. Воронежские десантники маршем прошли от Кольцовского сквера до Площади Победы, а оттуда направились прямиком к памятнику Воронеж-Родина ВДВ, где состоялась основная часть праздника. Здесь собрались и те, кто совсем недавно отпраздновал дембель, и те, кто давно уже завершил свою службу. Мы подслужили по 23 года, уже, не соврать, с 2002 года после Косова мы уже не служим, но, тем не менее, мы собираемся. Дух товарищества, как всегда, присущ воздушно-изданным войскам. Любовь к небу. Как всегда, прыгаем, совершаем прыжки. Для многих десантников этот день еще и напоминание о времени, проведенном в горячих точках. Такое, говорят, не забывается никогда. Это как момент истины для каждого человека. То есть, какие-то такие события, исторические, на фоне которых какой-то смысл приобретает твоя жизнь, твоя деятельность. Поэтому, да, в этом смысле ностальгия. И в этих условиях просто проявляется качество человека. Военный музей под открытым небом, обширная концертная программа, а вечером праздничный салют. Можно с уверенностью сказать, что воронежские десантники отметили свой день с размахом. Владимир Смехнов, Михаил Петров, Сергей Пеляев, РЕН-ТВ, Воронеж. А прямо сейчас прогноз погоды. Приятного вам дня. До свидания.